ну что всем привет народ продолжаем поперить солнечными панелями под снегом у нас опять выпал снег и и опять продолжаю тестировать солнечные панели если жизнь под снегом зимой в солнечную погоду потому что очень много писали комментариев вы кому-то не нравилось то что я ум нажал там на ноль солнечный контроллер у меня и ппт единственное что солнечный контроллер у меня на 100 вольт и больше 100 вольт я на него подцепить не могу поэтому я буду последовательно использовать только две панели две панели по 425 ватт вот он минус между собой не соединяются и вот он выходит у нас плюс если я правильно посмотрел вот это у нас панель не подключена то есть у нас задействованы только вот эта панель и вот эта панель эта панель меньше всего под снегом и поэтому я буду их переключать зависимости но посмотрим что сначала эти панели потестируем потом вот эти и сравним вообще сейчас у нас еще не обед солнце у нас еще вот видите как не совсем высоко и вот тут здесь она будет самым лучшим но я боюсь что сейчас солнышко немножко посвятит на солнечные панели они могут растаять поэтому я сейчас уже буду начинать тест как обычно у меня виде нагрузки будет инвертор на 3 киловатта свиповар очень классный инверторы кому интересно приходите по ссылочке под видео вот новая модель оснащена здесь у нас еще экраном на котором показывают приблизительные данные то мощность напряжения и есть еще вот такой вот такая колодка да то есть теперь выход с инвертора не только через розетку еще можно напрямую подключить провода сюда через колодочку и пользоваться аккумулятором меня обычный гелевый на 145 ампер часов вытащил его из дома так что он теплый берет зарядка здесь у меня нагрузка виде строительного сфена включаем все замерзли на улице минус 15 градусов так что все нормально так здесь у меня уже все подключено включаем смотрим что у нас тут у нас происходит так 62 вольт и только что было но 60 вольт у нас двух панелей ты так понятно и на зарядку у нас идет два с половиной 2 и 2 ампера так давайте вата посмотрим 24 вата давайте посмотрим на на пивис сколько они у нас пили выдают так 25 ватт идет с двух солнечных панелей вот мы сейчас 28 даже 29 31 то есть но значение меняется это понятно то что зима плюс он под снегом плюс солнце еще пробирается сквозь ветки так что значение у нас будет меняться так сейчас мы отсюда выйдем теперь так так напряжение это у нас вот вот так сделаем да значит приходит у нас солнечных двух солнечных панелей примерно 27 28 27 то есть около 30 ватт и на зарядку нашего аккумулятора идет два с половиной ампера вот такие вот у нас сегодня показания солнечную погоду сегодня у нас уже там середина января вот и мы еще никак не можем точно с вами определиться если жизнь под снегом или нет я переподключил теперь у нас крайняя панель не подключена видите вот они болтаются одна вторая подключена теперь у нас это и эта панель угол частично в тени немножко без подсветки но сейчас думаю это поменяется чуть попозже вот ну давайте теперь смотреть что у нас теперь показывает эти две панели а показывают они у нас 18 12 вот меньше видите там панель все-таки больше подсвечена в углу да и она больше выдает солнечной энергии а эти панели а эти панели равномерно более-менее а занесены снегом поэтому и выдают они меньше сейчас где-то примерно я видел вот 17 ватт 18 17 значение постоянно прыгает как я и говорил потому что сейчас у нас солнце слабая плюс подсолнечный плюс под снегом у нас панели и на зарядку у нас идет как мы видим один ампер примерно вот 09 даже 11 и 7 то значение постоянно прыгает вот около двух там вот 11 и 3 так что все-таки по снегам жизни и имеется единственное что единственное что сейчас жизнь не такая глубокая единственное что сейчас снег не такой глубокий и его но легко сейчас где-то от 3 до 5 сантиметров снежный покров на солнечных панелей и поэтому как бы соответственно солнце его просвечивает и солнечные панели нам что-то все равно выдают давайте немножко подождем где-то сейчас пройдет часик солнышко сейчас переместиться примерно вот в это в это место будет более-менее ровно падать свет на эти панели мы с вами а дальше посмотрим протестируем ну что народ как я предполагал происходит самоочищение панели как только немножко солнце начинает какой-то уголок подсвечивать панели начинает сама очищаться где-то тает где-то просто съезжает снег вот так что давайте сейчас пока еще до конца не все не съехала проведем еще один эксперимент потому что я боюсь если дальше солнце сдвинется это тоже съедет отсюда вот включил инвертор включая нагрузку все нагрузку я включаю в районе киловатта 1027 ну давайте посмотрим теперь только у нас что-то изменилось до изменилось смотрите так солнце стало светить более-менее поровнее уже и сейчас 53 вольта как мы видим да у нас 06 ампер на солнечной панели и 35 ватт идет солнечной панели 35 ватт и на зарядку нашего аккумулятора уже идет 3 ампера 3 ампера так можем даже посмотреть ваттах вот 36 идет по вас панели и 34 ватт идет на зарядку нашего аккумулятора то есть 35 34 но чуть-чуть поменьше потери так что так что все-таки под снегом жизни есть и она как бы но более-менее нормально то есть если учитывать что у нас сейчас подключена только две солнечные панели у нас тут 36 ватт да где-то 37 то я думаю что если бы у нас было сейчас подключено три панели мы бы получали где-то около 50 ватт с трех панелей так что знаете да в ленинградской области там эстония литва латвия самые глухие самые глухие месяца это январь и декабрь феврале уже середина февраля уже ситуация меняется инсоляция уже повышается и где-то у нас март-апрель уже более менее нормально начинается но самый пик у нас июнь июля но потом опять начинает снижаться и очень резко снижаться начинает в октябре вот сентябрь еще что то есть в октябре резко раз ноябре уже уже полуглухой декабрь вообще глухой вот так что кто будет кто хочет ставить солнечные панели вот все знаете да что у нас вот и зимой ноябрь декабрь январь там но пол февраля но и февраль там тоже они такие глуховатые месяца не за счет того что у нас как бы там но и так как бы ну да понятно что солнце низкая там и все такое плюс у нас еще зимой в эстонии очень очень мало солнца например в декабре там три дня было солнечных сейчас вот у нас январь и я не помню это третий или четвертый день на солнечный так что вот знаете да то есть зимой как бы особо не не раз это не разгонишься на солнечных панелей они будут чисто стоять у вас для поддержки штанов в принципе уже и так все понятно сейчас уже в районе 12 часов солнышко у нас уже стоит над деревьями уже вот видите уже все деревья не закрывают ничего не закрывает единственное что мы подождем когда она вот сюда сдвинется и тогда уже будет думаю что самый такой вот прямой угол потому что если она сдвинется сюда я боюсь что у нас дом будет закрывать солнце не так высоко она выше не поднимется и дом будет закрывать так что так что ждем еще примерно полчаса час и снова делаем эксперименты так выключаем нагрузку выключаем инвертора ну вот и пойду покачать других позанимаясь ну что как и предполагал произошло полное самоочищение панели так что все что у нас есть это предварительно и вот эти данные которые я делал час назад когда солнышко еще не было как бы в зените да вот ну да ладно если кому и было интересно то вот знаете да что под снегом тоже что то есть что-то вырабатывает вот просто изначально было вообще задумка чтобы посмотреть хоть что-то вообще есть или нет потому что многие говорят что вообще ничего нету кто-то говорит что есть но вот у меня на когда на машине панель стоит плашмя до горизонте под снегом ничего не вырабатывала зимой вот здесь с панели у меня стоят как надо ну как надо более-менее как надо вот и они вырабатывают нас видите даже пар идет насколько они нагреваются на солнышке вот так что сейчас мы теперь только с вами можем посмотреть сколько они выдают у нас очищенные здесь тоже на контроллер у меня когда снег сошел я вся эта лавина упала на контроллер так что так ладно включаем включаем инвертор подождем пока он сейчас наберет свою мощность так все 231 вольт включаем нагрузка теперь так все врубили нагрузочку так киловатт берет у нас фен ну и здесь давайте теперь смотреть сколько у нас теперь дают очищенные панельки так как мы видим давайте посмотрим ваттах как две панели нам дают 400 ватт 395 ватт вот 388 390 394 это у меня две панели подключена сейчас собаки подрались собака разнял так давайте посмотрим что нам выдают солнечные панели так 71 больт 5 и 3 ампера 382 ватта в данный момент 382 385 ну и на зарядку аккумулятора у нас сейчас посмотрим сколько идет так 12 6 вольт и у нас сейчас на аккумуляторе так идет у нас 30 ампер зарядного тока 30 ампер 29 и 2 29 и 3 с двух панель тридцатка идет то есть это очень здорово даже вот такой вот зимний зимнее время так что вот эти вот две солнечные панели сумме дают 400 ватт то есть с одной панели 200 ватт идет из другой панели 200 ватт идет вот сожалению три панели сразу не подключить потому что солнечный контроллер уходит сразу в ошибку из-за превышения напряжения он до 100 вольт альбом ждет пока вы пойдем гулять собрались в лес эти гулять сейчас пойдем в лес мы живем в деревне на окраине рядом с нами леса наполовину правда уже вырублены и не знаю зачем их вырубают но лес и по ходу скоро у нас не останется вот на альба сел ждет чтобы мы пойдем гулять потому что я ему сегодня уже пообещал ладненько пускай у нас собирается солнечная энергия пускай у нас я ничего не буду разбирать вот сейчас пойдем погуляем если я успею вернуться до того как солнечные панели не ведут в тень я еще вам сниму покажу что там получилось что-то еще больше собрать или нет на так так принципе результат меня полностью устраивает ну что давайте последний раз проведем эксперимент сейчас солнце в своей максимальной точке выше уже не будет у нас уже все включил инвертор включаю теперь нагрузку вы давайте посмотреть что у нас тут так 412 ватт у нас на входе ну короче 400 ватт на входе и 30 ампер на выходе то есть как было так и осталось смотрите народ такое дело что сейчас максимальное солнце и мощность двух панелей которые подключены на контроллер они превышают мощность самого контроллера поэтому я сейчас переключил на одну панель вот и сейчас мы с одной панели с вами возьмем как бы ну данные да и умножим уже можно будет умножить на 3 я просто забыл что этот контроллер зараза на 30 ампер не на 40 на 30 поэтому как бы вот смотрите с одной панели сейчас идет 250 ватт и на зарядку аккумулятора 20 ампер то есть получается так что если по у нас сейчас были сети панели подключены к этому контроллеру у нас бы было 750 на входе и где-то 60 на выходе вот такие вот данные к сожалению у меня такого контроллера мппт нету ноты что есть то есть и этим вот контроллером мы можем на него ориентироваться вот так что знаете все да что три солнечные панели могут вам дать а в январе в середине января солнечный день 750 ватт то есть по 250 ватт с каждой панели вы можете получить то есть 20 ампер зарядного тока в сумме можете получить 60 ну и вот примерно такие вот получились у меня результаты я сначала думал что за фигня почему у нас тридцаткой выше не поднимается я потом вспомнил что этот контроллер зараза на 30 ампер и поэтому даже две солнечные панели для него перебор и он будет ограничивать а если подключить к нему три панели солнечные добудется уже перебор идти по напряжению он сразу выдает ошибку здесь она выскакивает что слишком высокое напряжение на входе вот подключить солнечные панели еще каким-то образом то есть сделать подключение параллельное у меня нет такой возможности нету готовых проводов нету переходников и заморачиваться если честно не охота в такой мороз пальцы вот поэтому все что имеем то имеем ну и давайте сейчас подведем итог так джамал джамал пришел давай иди гуляй ну и давайте подведем теперь итог сейчас я выключу нагрузку выключи мир ты так ну и давай теперь подведем итог что мы имеем и мы имеем мы примерно с 3 панели 50 ватт если они засыпаны снегом и 750 ватт если они почищены если вам лень почистить солнечные панели то вы будете примерно получать 50 ватт не больше солнечный день вот а если у вас солнечные панели почищены то есть вы их сами почистили или снег упал как это было у меня здесь сегодня просто снег панельки немножко нагрели снег съехал но и сразу мы видим что у нас солнечная выработка выработка солнечной энергии поднялась во много-много раз так что жизнь жизни какая-то под снегом все-таки есть электроэнергии там вырабатывается но она настолько ничтожно что на даже нет смысла как бы это обсуждать я так считаю если кто-то говорит что у него там под снегом солнечные панели вырабатывают энное количество солнечной энергии то это человек просто вам говорит неправду но это вот по моим тестам так что имейте ввиду вот если если говорить о том что сколько дает солнечной энергии панели лежа на крыше нашего наших автодомов то я никогда зимой не видел чтобы солнечная панель что-то давала под снегом никогда то есть вот здесь здесь у нас панели направлены к солнцу но видать солнце пробивает толщину снега там 5-10 сантиметров пробивает и что-то дает но когда у нас панель лежит горизонте и на ней сугроб там 15-20 сантиметров то я никогда не видел чтобы она что-то давала давайте залезем на крышу автодома здесь стоят солнечные панели видите вот здесь стоят солнечные панели вот там видны провода коробки вот там но мы здесь не видим потому что они завалены снегом толщина снега примерно 10 сантиметров если сейчас взять но здесь видите здесь еще плохо что с тенек если сейчас взять мультиметра да если даже здесь было солнышко то мультиметр бы но показывал бы вообще какую-нибудь ерунду то есть все таки на автодоме когда лежит снег он лежит и не падает на доме все таки все по-другому ну что я надеюсь что я утолил интерес всех тех кто хочет поставить солнечные панели вообще думает ставить не ставить но я думаю что смысл есть да тем более летом солнышко у нас часто так что я думаю что солнечные панели ставить смысл есть тем более они сейчас так подешевели что можно ну и что ставить их реально нужно цена солнечной панели чуть больше 100 евро так что вот ставить их я думаю что нужно ну что летом опять мы весной и летом мы опять с вами встретимся и уже здесь затестим я думаю что я уже еще куплю 3-4 панели соединю их в одно такое поле и мы уже с вами подключим гибрид и будем уже снимать данные из гибрида и будем смотреть сколько можно получить с небольшого такого поля там 67 панелей и реально ли это энергии хватит чтобы обеспечить небольшой дом но дачу или домик так что будем посмотреть что будет дальше на сегодня у меня все увидимся следующих видео всем пока пока пока